Что сказать по поводу наших инвалидов, которых у нас, как подметили, уже очень много в России, миллионы. У меня просто как бы поэтому есть свое такое мнение, то что выделяются деньги, то что их спонсируют. Ну все это просто раздуто. Если коснуться больших городов, той же Москвы и городов-миллионников, где хоть как-то это видно, что все-таки это спонсируется, инвалидам помогают, инвалидов обеспечивают. Но хочу вам сказать такую вещь, что если проехаться по той же периферии, проехаться по дальним городам, которые раскинуты по всей Российской Федерации, на это так больно смотреть, что вообще происходит, и как приходится инвалидам стоять в очереди за те же лекарства, медикаменты, за те же протезы, там, не знаю. И единственное, что очень сильно удивляет, ну представим, есть инвалид, да, у него нету конечности, у него нету, грубо говоря, ну скажем, ноги. Но у нас существуют такие медицинские комиссии. Инвалид должен раз, не ошибаясь, либо раз в год, либо раз в три года проходить эту комиссию, что он должен получать эту степень, что он инвалид. Я вот не понимаю вот этот бред со стороны России. Неужели у человека может за три года отрасти нога, которую он потерял? Почему нужно людям мучиться? И это, кстати, со стороны это психологически очень больно. Человеку каждые три года надо проходить эту медкомиссию, чтобы подтверждать свою идееспособность эту, грубо говоря, что ты инвалид. Вот это меня всегда убивало. Я в свое время проходил практику, когда учился в медицинском колледже, и приезжали эти бабушки, там взрослые, молодые люди, которые действительно инвалиды, у которых нет там конечностей, еще какие-то проблемы. Ну, считаю, полнейший бред издеваться над людьми. Все, человек попал в список, все, его должно государство не трогать больше, просто должно обеспечивать и поддерживать. Ну, вот так вот я к этому отношусь.